Когда дедушки и бабушки идут получать гражданство американское, вот есть такая мулька, что надо идти с адвокатом. Когда это интервью происходит, я ходил с мамой, ходил с папой, ходил, когда они получали. Есть какой-то смысл в этом или просто для успокоения такого? Вы имеете ввиду, когда бабушки и дедушки или просто люди среднего возраста или пенсионного возраста, когда они хотят сдавать экзамены на русском языке? Или вы имеете ввиду вообще люди в пенсионном возрасте? Собеседование там есть. Собеседование, если люди хотят разрешение сдавать на родном языке этот экзамен, тогда рекомендуется иметь с собой адвоката, потому что решение о том, разрешить человеку сдавать на родном языке или нет, принимается на месте. Несмотря на то, что заявка, то есть справка такая на исключение из правил, чтобы разрешили сдавать по-русски, подается заранее, а решение о том, разрешить человеку сдавать по-русски или нет, принимается на месте. Поэтому, если адвокат на месте, то если происходит какой-то спор, то он приняет справку или нет, то адвокат может вопрос решить. Во время самого интервью, вот там же задают вопросы, там, расскажи, кто у нас там президент, или сколько там штатов было оригинально, и так далее. Вот в этот момент адвокат может присутствовать? Было время, когда брали адвоката, чтобы, грубо говоря, этот вопрошающий не нарушал, не наизжал, не переходил каких-то границ, не знаю каких. Такой порядок до сих пор существует, и многие люди чисто для собственного спокойствия берут адвоката для того, чтобы все прошло плавно. Потому что бывают случаи, когда человек идет сам, абсолютно готов, но просто волнуется, и офицер спешит и не всегда доброжелательно относится к человеку, человек просто теряется. Когда рядом адвокат, все же адвокат, человек, которого уже клиент знает и чувствует какое-то спокойствие и поддержку, плюс есть какой-то контрольный дефицит. Такой валидол такой. Да, такой валидол ходячий. Есть все-таки поддержка для клиента, моральная, и бывает так, что все же офицер, зная адвоката, может как-то более снисходительно повести себя с клиентом. Поэтому это не мешает, а только может помочь. Вам приходилось вообще в таких участвовать в действиях? Я постоянно в таких участвовании. И сейчас тоже? Первое, да, то есть я хожу регулярно, и есть клиенты, которые очень нервничают, это же люди, которые знают хорошо язык и довольно молодые, но просто у них напряжение от того, что они идут в официальное заведение на экзамен, они уже много лет экзамены не сдавали, то есть им очень страшно, потому что это очень важный момент. И после 15-20 минут успешного прохождения вот такого экзамена люди просто счастливы и готовы все отдать за такую помощь. Я был свидетелем такой удивительной ситуации. Я пошел с отцом, а ему уже было так за 80, и он, в общем-то, был такой нездоров, то есть он в болезненном состоянии был, но он очень рвался, и вот мы пришли туда, и нам говорят, ну, приходите там на процедуру, там все нормально, там принятие гражданства, да, присяги. И я офисеру говорю, что, конечно, сложно, что он больной там, и он посмотрел так, что называется, почесал репу, он говорит, погодите тут, посидите. Приходит к супервайзеру, и они присягнули прямо тут же в офисе. Называется administrative oath, то есть я иногда прошу, чтобы моим клиентам, особенно людям уже довольно в таком преклонном возрасте, разрешают пройти такую церемонию прямо на месте. Ну, для нас это было так неожиданно, я даже не знал, что есть такое. Но так как я знаю о том, что это существует, я прошу прямо на месте офицера уже, когда мы видим, что собеседование прошло благополучно, говорю, пожалуйста, у вас есть возможность сегодня вот такую церемонию сделать, и нам иногда говорят, подождите, иногда говорят, приходите через пару часов, и прямо выручают сертификат, поздравляют, дают флажок, пожимают руку, говорят, поздравляю, сегодня вы гражданин или гражданка Америки. То есть такое существует.